Привет, с вами Александр Галилов. Сегодня декодируем ДТМФ-сигналы полностью на микроконтроллере от Мега-328. В качестве контроллера у нас ардуино-совместимая плата Искра Nano Pro от компании Амперка. Электрическую схему и детальное описание технической части смотрите по ссылке в подсказке наверху справа. Стоит отметить, что микроконтроллер вроде нашего не очень подходит для цифровой обработки сигналов, и чтобы это стало возможным, пришлось пойти на ряд оптимизаций и грязных хаков. Первая оптимизация – это отказ от прямого использования дискретного преобразования Фурье в пользу алгоритма Герцеля, разработанного Джеральдом Герцелем в 1958 году. Алгоритм реализует ДПФ в форме рекурсивного фильтра. Такой подход позволяет сократить объём тяжёлых для микроконтроллера вычислений. Вторая важная оптимизация при использовании микроконтроллера без аппаратной поддержки чисел с плавающей точкой – перевод вычислений на операции с фиксированной точкой. Получившееся решение далеко от идеала и может быть улучшено. Из-за слишком большого для Atmega328 количества вычислений, алгоритм вынужден пропускать часть блоков оцифрованных данных, что изредка приводит к пропускам символов при распознавании тональных сигналов, передаваемых в режиме автоповтора при нажатии клавиши «Повтор» на телефонном аппарате. В целом я не рекомендую микроконтроллера подобного класса для приложений цифровой обработки сигналов в реальном времени, но сам эксперимент считаю вполне успешным. Исходник программы на Ардуино доступен по ссылке под роликом. Вы можете использовать его по своему усмотрению. Чтобы больше узнать об алгоритме Гёрцеля или о вычислениях с фиксированной точкой, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы, предлагайте темы для новых видео, и я буду выпускать их чаще. До встречи!